приветствую как я и говорил я провожу коучинги по профориентации но почему-то не приходило в голову поделиться тем как они проходят ну в частности на канале есть один коуч разбор с девушкой но он достаточно длинного не так интересно смотреть тем кто не эта девушка я хочу запустить эту рубрику да такие разборы кейсов как люди находили свою профессию благодаря моим коучингом и на таких разборах я хочу наглядно показывать состояние человека до коучинга и после то есть какая у него была профессия до коучинга чем он занимался какой у него был запрос когда он пришел на коучинг и второе это его состояние с какой идеей профессии мы отпустили этого человека сегодня будет первая серия поскольку все конфиденциально я заменяю имена и фамилии поэтому я думаю люди не обидятся что я буду делиться их кейсами про них я ничего не расскажу поскольку это первое видео из рубрики я хочу озвучить что до призвание мы ищем основываясь на моей авторской формуле это золотая формула предназначения так ее назовем которая состоит из трех блоков первый блок это желание 2 блок это социотип и третий блок это минус эгоизм вот на стыке этих трех блоков образуются призваний если мы возьмем только один из параметров ну к примеру желания очевидно из желаний призвания трудно сделать да это что если ты захотел мороженку Теперь кушать мороженое это твое призвание. То есть нам этого мало. Просто топливо, желаний, просто желаний нам мало для того, чтобы соорудить себе профессию. Просто подходящая по природе профессия это тоже немножко не то. Ну допустим, окей, ты по социативу гексли, ну так что, теперь любую профессию гекслячью выбирай, будет тебе счастье. Нет, ну многим гексли, допустим, не нравится журналистика. Хотя в общем-то она им подходит. Поэтому видите, основа есть только на природе, тоже профессию не определишь. И третий кусочек формулы это минус эгоизм, да, это некое понимание жертвенности, служения, какая-то боль социальная, которую мы готовы закрыть тоже. Если мы выберем призвание, основуясь только на этой боли, это нам ничего не даст. То есть это будет просто такой, знаете, насыщенный героизм просто, да, желание не соответствует, социатив не соответствует, но мы будем как бы спасать мир. Долго это не протянется. Поэтому классное призвание, идеальная профессия, которая соответствовала бы всем этим задаткам, она находится на стыке желаний, природы и минус эгоизма. Как правило, коучинг состоит из трех сессий, где первая сессия это социальное типирование, а затем следует две сессии таких мозгоштурмов по определенному алгоритму. И вот о том, к чему мы приходили на этих трех сессиях, я буду рассказывать в этой рубрике. Итак, первый кейс. Пришел ко мне человек по имени Сергей, имя изменено. Говорит, мол, текущая профессия у меня аккаунт-менеджер или по-простому продавец в области телеком и IT-технологий. В ходе типирования выяснилось, что социатив Сергея Есенин, да, что реально не соответствует, ну, такой должности. То есть аккаунт-менеджер, продавец, телеком, технологии, да, это не Есенское, это занятие, да, то есть не хватает здесь эмоций, не хватает здесь раскрытия аспекта этики, отношений, да, да, интуиция времени непонятно как задействуется. Поэтому вот что-то, что-то как-то не устраивает человека. И вот Сергей пишет запрос, да, хочу ясно осознать сильные и слабые стороны, заложенные во мне природой, хочу помозгоштурмить, как использовать эти стороны, да, хочу задать направление жизни на следующие 40-50 лет. Видите, кстати, как интуиция времени проявляется. Наперед, человек, мысль. И, наконец, хочу таки понять, как стать идеальным инструментом в руках создателя. Ну, на такие запросы я не ответил, не отвечаю Сергею, да, я не знаю, как там, какие планы создателя. Да, но, определяя призвание, мы исходим из того, что уже заложено в человеке, да, как психика, как желание и так далее. Дальше, да, Сергей говорит, что у него главной обязанностью на текущий момент, да, на тот, который он ко мне пришел. Обязанность выполнять ежегодный план по продажам, обслуживая, поддерживая существующих клиентов. Видите, ему это нравится, потому что в этом есть какой-то аспект этики, да, раскрывается этик. Ему нравится решать нестандартные задачи, но что его не устраивает, это однообразие, базы данных, системы, планы, переговоры, торговля, документы, оборот. И видите, здесь есть спайка и структурной логики, и деловой логики, что для Есенина, в общем, не родное. Дальше я смотрю, как у него там 6-7 признаков того, что человек занимается и не занимается своим делом, чисто собираю статистику. И описывает человек свою жизнь, вот что у него есть такого важного к текущему моменту. И Сергей описывает свои главные успехи в жизни, свои сильные, слабые стороны, не как социотипа, а просто как человека, да. И описывает свои главные страхи. Кстати, страхи тоже описать достаточно важно, потому что некоторые страхи прям важно, чтобы их побороть для какого-то призвания. Ну, к примеру, у человека по всем параметрам призвание пилот, а он высоты боится. Конечно, нужно побороть такие страхи. Бывают страхи, которые никак не влияют на призвание. Бывает такое, что боишься высоты, да, а ты бухгалтер по призванию. Ну, бойся себе высоты. Дальше, смотрите, Сергей описывает много-много своих желаний. Это очень важно, потому что желание – это топливо, из которого все строится. И я всегда прошу писать все возможные желания, которые только могут быть. И уже потом я провожу аналитику. Я уже думаю, ага, какие из этих желаний как-то можно впихнуть, да, в профессию, какие нет. Где красная ниточка, какие из желаний он озвучивает часто и много. Какие повторяются, да, какие описаны детально и подробно, какие не очень. И вот, у него тут много-много разных желаний и маленьких, и больших. Значит, у него остается в сухом остатке. Вдохновлять людей на лидерство, раскрытие своего потенциала. Видите, телеком-менеджер. А все-таки хочется вдохновлять людей на раскрытие своего потенциала. Понимать и принимать людей. Видите, те главные желания. Уметь говорить нет. Ну, такой профессии, увы, нет, да, но такое желание сильное у него остается. И быть частью какой-то крутой команды. Посмотрите, насколько сейчас на данном этапе все размыто, да, и как из этого слепить профессию. Идем дальше. Мы смотрим, какие потребности скрыты за этими желаниями. Окей, вдохновлять людей на что-то благостное. Зачем? Хочу свет нести в массы, просвещать без фанатизма. Да, и мы там дальше уточняем, в чем именно просвещать и так далее. Это все уже происходит на сессии. Потом, понимать и принимать людей. Зачем Сергею это? Хочу искренне проявлять эмпатию, понимание возможности ограничения людей. То есть, видите, вот чего хочется-то на самом деле. Сидишь такой в телеком-компании, а хочется-то вот чего. И быть частью крутой команды хочется. Какая за этим потребность? Хочу обмен творческой энергией, решать интересные задачи. И там надо еще помедитировать, да, на образы и углубиться немножко в это. Также были и другие потребности, но мы их отсеяли. Тут описан социатив, как мы видим, да. Сильные, слабые стороны. Окей, не буду сейчас углубляться. И есть некие боли общества, да. Ему хочется влиять на умы людей, направлять, как может быть, по-другому это общество. Менять на уровне мысли людей. То есть, видите, он позиционирует себя не как исполнительный лидер, а как идейный лидер, идейный вдохновитель. Все начинается с желания, изменив желание, изменив человека. Это мы совместно с этим Сергеем прописывали, да. Вот это все происходит в режиме мозгоштурма. Мы мозгоштурмим, мозгоштурмим, мозгоштурмим. Вот. И появляются у нас какие-то идеи, да. Есть идея про отдел кадров, да. Не хочет человек цифры, хочет людей. Можно помогать в виде дополнительного сервиса обслуживания поддержки. Такие варианты, да. И вот пока мы пахтали-пахтали. И в сухом остатке у нас остается такая формулировка миссии, да. Сначала она такая слишком многогабаритная, неудобная, широкая, большая. Но мы ее дальше снова сужаем. У нас первый вариант миссии получился с Сергеем. Сплочаю коллектив, помогаю выбрать подходящее место, добавляю легкости, оптимизирую процессы на идейном уровне. Это что я делаю, да. Что он делает. Потом как, как кто. Как HR, тимбилдер, служба заботы внутри компании, сервисная поддержка, нематериальная мотивация сотрудников. И в какой сфере он это делает или хочет делать. В сфере революционных позитивных компаний, связанные с миром вещей. Возможно, сфера технологии сервиса, то есть обслуживания людей. Видите? Дальше мы прорабатываем дальше, отсекаем какие-то очевидные смыслы и оставляем только самое необходимое. Следующая формулировка того же самого, следующий срез у нас такая. Создаю дружелюбную атмосферу компаний, оптимизирую взаимодействие сотрудников и клиентов, поддерживаю систему горизонтальных связей. Это что он хочет делать? Как он хочет делать? Как тимбилдер, идейный лидер, идеолог? В какой сфере? В сфере бирюзовых организаций. Что такое бирюзовые организации? Я думаю, часть из вас знает, часть нет. Кто не знает, идите загуглите, никакого отношения к ориентации половой или что-то такое. Это компании достаточно высокого уровня развития, инновационные для 21 века, фактически изобретения 21 века. Это компании, которые очень беспокоятся о сотрудниках, очень такие демократичные. В общем, почитайте. И третий срез у нас был. Мы поняли, что самое важное это то, что в итоге Сергей хочет делать из красных компаний бирюзовые. Тут, простите, непонятно для большинства, но понятно для меня и Сергея. Имеется в виду, что красные компании это такие агрессивные компании, большие корпорации, в которых все очень, так знаете, строго, жестко, много бюрократии, системности. А бирюзовые там все очень демократично, но очень большая ориентация на эффективность, на результативность и комфорт сотрудников. На самом деле к бирюзовым во многом можно отнести Valve или Google на самом деле, где о сотрудниках реально заботятся. Вот Сергею хочется в таких компаниях быть. Конкретно, да, еще что я люблю уточнять на коучингах, это какой вопрос я люблю задавать людям. Вот Сергей, представь, какой человек до тебя и после тебя, или компания до прихода тебя в нее и после. То есть скажи, что ты хочешь делать с ней. До Сергея, это у человека нет энергии, не раскрыт потенциал. После Сергея человек знает, что делает не так, человек знает, что делает не так, находит место свое, которое поможет реализоваться ему лучше. Да, то есть фактически, фактически мы нашли для Сергея профессию HR, но более такого узкого смысла. А конкретно, можно сказать, менеджер по счастью сотрудников, да. Потому что у HR много разных забот. И часто HR бывает и рекрутером, и часто HR работает с цифрами. А здесь ориентация сугубо на микроклимат коллектива. И, кстати, для Есенина вообще самый дзен. Дальше у нас с Сергеем заканчивается вторая сессия, и я ему даю домашнее задание. Первое. Найти плюсы и недостатки в гипотезе призвания и выписать их, да. Вот мы додумались на второй сессии, что ему нужно из красных компаний делать бирюзовые. Давай теперь проанализируем, насколько эта идея здорова или гнилая. Второе. Изучить материалы про бирюзовые компании. Выписать и изучить, какие конкретно профессии мне подходят для реализации моей миссии. Если таких профессий еще нет, надо создавать, не проблема. Потом. Изучить опыт и биографию, образ жизни, повседневность людей, которые уже занимаются его будущей профессией. Может, есть уже люди, которые, да, строят бирюзовые организации, там есть такие профессионалы, надо узнать, как их будни выглядят. Вот. И если будут найдены конкретные описательные критерии этой профессии, то выполнить задания ниже. И там еще есть всякие плюсы и минусы, задания ниже. В общем, вы видите это на скрине, на экране. Все. Потом какие-то задания мы не делали. Потом прошла третья сессия. В итоге, к чему мы пришли? Благодаря всему вот этому коучингу, да? Из аккаунт-менеджера или по-простому продавца в области IT и телеком-компаний Сергей становится менеджером или директором по счастью. Да, прикольно, согласен. Звучит очень по-есенски, да? Так у него и социатив такой. Сказать, что это какая-то мудреная профессия? Нет. Фактически есть такие роли в компаниях, лично знаком с людьми. Например, нематериальная мотивация сотрудников. Есть прям такие должности отдельные в больших компаниях. И эти люди занимаются классным созданием классной атмосферы внутри компании. Очень нужно, полезно, чтобы люди не просто ходили на работу, да? Дом-работа, дом-работа. Поскольку человек проводит и так большую часть своей жизни на работе, почему бы не сделать это место классным, чтобы там хотелось быть, находиться, строить отношения с сотрудниками, да, а не просто отбывать. Поэтому будьте добры, менеджер, по счастью. И вот дальше мы не ограничиваемся просто нахождением призвания. Нашли призвание хорошо, но подождите, сейчас у Сергея по-прежнему, он пока что еще работает, да, в этой телеком-компании. У него, в общем-то, продолжается прежняя жизнь. Нужно понять, как выйти на свое идеальное призвание. Мы его нашли, но надо туда попасть еще. Поэтому мы ставим цели долгосрочную и краткосрочную. Во-первых, нужно завершить диванную фазу за полгода, и указывается конкретная дата. И диванная фаза подразумевает вот последующие домашние задания, там есть задачи, да, и нужно многое изучить. То есть ты же не можешь стать менеджером по счастью или директором по счастью за один день. Нужно многое изучить на эту тему. Нужно где-то пройти курсы, да. И вот диванная фаза заканчивается до 1.01.2021, а потом, да, долгосрочная цель уже внутри этого призвания. Это более 10 компаний стали лучше благодаря Сергею, да, за 5-10 лет. Сотрудники хотят идти на работу, сотрудники понимают, зачем они работают, сотрудники осознают свои мотивы, быт и эмоциональный климат отлажены. И там идет детализация. Клиенты ощущают заботу, повышается лояльность клиентов. И там конкретно, да, они приходят 2 и более раз в компании, приводят новых клиентов. Сотрудники и клиенты разделяют ценности компании, изменение ценности на позитивное правило компании, рычаги мотивации, тра-та-та. А также осознанные модели менеджмента после взаимодействия со мной. И все это цель до 16.06.2025 года. И там есть поправки, да, и краткосрочная цель. Внедрить коэффициент счастья сотрудников, создать, да, разработать систему оценки вообще счастлив, несчастен. Далее вот эти задания конкретизации цели Сергей взял себе на дом, да, то есть необязательно выполнять все в процессе коучинга. И прописываем задачи. Это супер и мега важно прописать конкретные задачи. Это что конкретно нужно делать, чтобы эти цели сбылись. И прописали задачи. Все, друзья, дальше не показываю, нет смысла слишком внедряться в детали. Я даже не уверен до конца, что вам это будет интересно, потому что это больше нужно Сергею. Но таким образом мы разобрались с кейсом, одним из кейсов. Дальше в таком же режиме я буду демонстрировать вам другие кейсы призвания, как люди из одной профессии обретали другую. Как видите, мы проходим с ними, с этими людьми, несколько этапов. Этап первый – узнавание своего социотипа. Этап второй – большая работа с желаниями, где мы выделяем, какие подходят для призвания, какие просто стоит исполнить и не делать из этого свою профессию. И ценности, какие-то ценности. Вот у Сергея был психотип Есенин, и ему нужно что-то очень человекоориентированное такое. Были ценности таких бирюзовых компаний, современные ценности, инновационные, либеральные, демократические ценности. И уже был опыт в телеком-компаниях, IT-компаниях. Это ему пригодилось. То есть это не то, что мы выбросили его опыт. Мы это как-то внедрили, использовали, и за этим всем стояло полтора часа интервью соционическое и еще четыре часа вот эти две сессии коучинга суммарно. То есть у нас получается 5,5-6 часов сессий и плюс еще задание Сергей выполнял домашнее. У него я не знаю там точно сколько ушло, но я подозреваю не меньше. То есть в принципе от нулевого понимания, да, где твоя профессия, до стопроцентного понимания, где твоя суперпрофессия проходит, ну вот где-то 12 часов, полдня. Инвестиция, думаю, хорошая, так что присоединяйтесь, приходите на коучинг, кому это интересно. И до следующих кейсов, до следующих разборов. Всего вам хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok